Поговорить. Добрый воскресный день, дамы и господа. Подкаст выходного дня, как я обещал, каждое воскресенье будет выходить. Значит, будет выходить. На самом деле, тем поговорить было достаточно, но что-то сегодня я много проводил всяких разных аудитов и смотрел, скажем так, список последних наших заявок и несколько из них побудили меня снять видос все-таки, по каким критериям нужно клиенту говорить «нет». Именно при продаже клиенту услуги, а тут надо посмотреть, настройки ведения именно директа. Хочу об этом сегодня поговорить с вами в рамках подкаста, потому что, хоть и будет с презентацией, но я буду вставлять больше такой стори-теллинг. Если вам он не нравится, то, прошу прощения, это будет в любом случае в виде подкаста. Итак, с чего, пожалуй, надо начать. Во-первых, да, конечно, я могу сказать, что, ребята, вот я занимаюсь уже 10 лет, в этом году будет М-контекст агентству, да, именно официально, то есть, оно создано и существует. 10 лет я уже занимаюсь обучением, по факту, по Яндекс.Директу, то есть, уже, в принципе, 10 лет состоялось именно обучению. Поэтому, можно, конечно, говорить о большом объеме людей, которые пришли или прошли через меня, и, естественно, я видел абсолютно все стадии совершенствования этого рынка. Даже в некоторых из них я успел немножечко засветиться, немножечко, может быть, даже поучаствовать. Вот, поэтому буду, конечно, говорить, возможно, за достаточно большую плеяду директологов, которые ко мне приходят также на платные обучения, на консультации и так далее, потому что есть в этом году и в прошлом, да, в 22-м, потребность все-таки немножечко психологически выправить ситуацию. То есть, надо поменять вектор настройки контекстной рекламы не в формате увеличения чеков, хотя, да, действительно, если вы настраиваете за 7000 рублей Яндекс.Директ, ну, честно, мне просто искренне жалко, именно потому, что вы тратите очень много времени, действительно много времени и незаслуженно мало получаете. И не потому, что вы какие-то кривые, косые или что-то с вами не так, с вами все так, поверьте, просто проблема заключается в том, что надо начинать дороже продавать. Да, естественно, я знаю, что у вас очень большое, у большинства, у 99% людей, надо понимать, что всех почти клиенты приходят с сарафанного радио. То есть, надо все-таки что-то делать с сарафанным радио. Надо постепенно его менять. Если вы всем клиентам своим, которые приходят по сарафану, говорите, да, конечно, я вас могу понять, ребят, бесспорно, я зажрался. У меня очень большое количество клиентов, которые приходят не по сарафану, они приходят с социалки, очень многие, да, кто-то приходит с социального сарафана, то есть, кто-то порекомендовал кому-то и пошло-поехало. Это все понятно, оно существует очень давно, это не первый год у меня такое. У меня есть и SEO-сайт, который продвигается, и платная реклама, в которую я вкладываю достаточно много денег. И есть, конечно же, сарафан. И доля сарафана здесь не такая, кстати, большая, как у большинства из вас. То есть, если у вас там 90%, 80% людей сарафану, то у меня сарафан, естественно, работает, но мы многим людям отказываем. И я могу привести несколько примеров. Например, приходит клиент, мы делаем ему рекламу. Вот, например, один из самых моих первых клиентов, 13-го как раз года, Саша Матвеев, когда мы делали ему ландшафтный дизайн, первый лендинг по ландшафтному дизайну вообще, который появился на просторах интернета, что я считаю круто. И мы сделали очень крутой результат. И через год он приводит к нам, ну, ко мне в тот момент практически, да, то есть, агентство было, но оно маленькое было, и мы работали с ним еще даже до того, как у меня агентство появилось, он приводит своего друга и говорит, слушай, надо ему сделать. Я говорю, а что у него по рекламе, что он хочет? Он говорит, то же самое, один в один. И, в общем-то, рынок-то достаточно большой, он на тот момент тоже был относительно резиновый, но вопросиков много возникает, то есть, точно ли надо брать. При этом человек сильно от него отличается. И вот мы как раз сегодня об этом поговорим. Естественно, есть миллион еще причин, по которым надо клиентов убирать, самая смешная, из которых я уже миллион раз рассказываю, эти байки, в принципе, уже уходят давно по сети, что, например, у нас есть огромный чек-лист в агентстве, по которым мы такую некую больную систему вводим, и это система трех галочек, и если человек попадает в три галки, то, естественно, ему сразу идет отказ в рекламе. Но как бы смешно не звучало, например, есть такая галочка, если вы Сергей. Вот. Никакого, вот серьезно говорю, ребята, я знаю прекрасно очень много Сереж, очень классные ребята, вообще никаких к вам претензий, особенно если вы директологи, на самом деле, то есть, все замечательно. Но есть определенный возраст у Сергеев, там, 35-40 плюс, и если они работают, ну, скажем так, они бизнесмены, мы стараемся с ними, ну, как бы они получают уже одну или две галочки. Просто вот, ну, это не дискриминация Сергеев, это вот просто вот по опыту, не складывается почему-то. Причем многие ребята говорят, что у кого-то там другие имена. Мы как-то рассмеялись на эту тему, даже с Никитой Строковым я ему это рассказывал в подкасте, и он потом пошел у себя смотреть, он говорит, действительно, все вот Сергеи какие-то не такие. Ну, это частный пример, понятное дело, поэтому я это все, естественно, повыбрасывал максимально из сегодняшнего списка, потому что, во-первых, вы не агентство, вы не работаете с супер большими бюджетами, у вас нет постоянного потока людей извне, то есть, у вас все равно в любом случае сарафанное радио, оно, вы к нему привязаны. И поэтому я очень-очень многие пункты, в принципе, повыбрасывал. Просто чтобы, ну, вы же не можете остаться без клиентов, правильно? Идеальных клиентов, да, они, естественно, существуют, да, они приходят. Мы будем говорить о тех, от которых нужно отказаться по просто адекватным причинам. Хочется заработать денег дополнительно, но скорее это высосет из вас всю энергию и просто, ну, и нервы, что более дорогое на самом деле. Итак, перед тем, как клиенту какое-то сделать предложение, сказать, да, нет, по цене или что-то еще, вы должны спросить несколько вопросов. Я написал, опять же, обязательные вопросы. Я не беру сейчас весь список из агентств, да, или что-то еще. Мы говорим прям про обязательные вопросы, которые вы должны задать клиенту. Я их сейчас проаргументирую, объясню, почему они такие должны быть. Первое, разумеется, рекламируемая страница. Вы получаете от человека ссылку на страницу, вы заходите и смотрите. Какие-нибудь кухни на заказ, например, или там продажи недвижимости или что-то еще. Вы сразу заходите и смотрите, что там на ней есть. Ну, понятное дело, это логично. Гео и критерии таргета рекламы нам нужны, чтобы хоть как-то определить, где вы собираетесь рекламироваться и, соответственно, какие стратегии можно использовать первоначально. Во-вторых, по рекламируемой странице можно понять несколько вещей. Вещь один. Во-первых, можно понять относительно конкурентов, провести конкурентную разведку и понять, насколько лендинг им соответствует. Далеко не секрет, если вы берете какой-нибудь хороший, например, конкурентный город, например, какие-нибудь там те же кухни на заказ, которые я называл, или недвижка, или что-то еще, есть очень большое количество рефов. То есть, можно понять, какой лендинг, или какой тип лендинга, или схема лендинга, схематика, УТП и так далее, работает, может быть, даже в том или ином регионе, но в общем, по больнице, в принципе, можно понять, что должно быть на лендинге. Если оно не соответствует тому, что есть, то нужно либо что-то переделывать будет сразу с ходу, и, естественно, вопрос будет, готов ли этот человек делать. И, во-вторых, можно будет понять, насколько вообще запускать резонно на данный момент. Может быть, УТП надо поменять, и человек не готов это делать, может, он там что-то вынашивал. И здесь, конечно, стоит сразу пополам разделить трафик даже на три, наверное, категории, потому что есть те, у кого вообще нет посадочной страницы. Тогда, если у них нет посадочной страницы, это не значит, что они там плохие или хорошие. Окей, тогда надо брать все равно какие-то критерии, там, опять же, по таргету и так далее, и делать лендинг под себя, что в идеале. И за это брать деньги, а не бесплатно, конечно же, это делать. Причем достаточно хорошие, потому что вам надо будет провести конкурентную ту самую разведку и прочее. Как это делать? Есть миллион раз на канале, поэтому... И не только у меня, кстати. Уже все давно мои там все, опять же, эти Google Doc документы все давно разобрали и растащили. Если очень нужно будет, напишите в комментариях. Я добавлю эти Google Doc в комментарии. Ну, для конкурентной разведки. Конкурентам надо позвонить по-хорошему. То есть, наверняка никогда клиент этого не делал. Посмотреть, что они предлагают. Есть ли у них какой-то скрипт продаж. То есть, сколько они называют ценник реально по телефону, а сколько у них на сайте. И всякие другие вещи, которые реально нужно просто проделать в идеале. Естественно, обычно это никто не делает. Это если лендинга нет. Если лендинг есть, ну, собственно, все то же самое. Если он хреновастенький, то... Да, если он есть хреновастенький, его надо переделать. Если он в разработке, то крайне желательно выпросить у клиента либо дизайн, либо, опять же, скетч, прототип этого лендинга, чтобы по нему сделать либо какую-то просчет, да, стратегию подумать, посмотреть также и конкурент. Ну, то есть, все то же самое проделать. Это очень важно. Есть ли те, кто сопротивляются давать рекламируемые страницы? Есть, конечно, небольшой процент. Почему-то людей у нас такие тоже бывают приходят. Мы не будем вам давать пока страницу. Хотим, чтобы вы сделать расчет. Мы сразу говорим до свидания. Прямо сразу. До свидания. Нету... Если говорят люди, что вот мы пока думаем, прогнозируем, мы сразу до свидания. Зачем вы приходите, если у вас нет ничего? Ну, зачем тратить время на них? Они сделают страницу или сайт хорошо, если там через месяц, а могут сделать через полгода. Вы с такими, может, не сталкивались, но поверьте, таких очень много. Ну, на кой черт с ними вообще связываться? Сразу нет. Окей, получили рекламную страницу, сделали конкурентный какой-либо... Ну, это потом, да, конкурентный анализ не сразу, не сходу, но просто сопоставили. Второй вопрос, который нужно. Естественно, мы уточняем гео, обязательно уточняем критерии таргета, это все понятно. Второе. Мы должны узнать, что вообще есть по директу. Есть ли сейчас директ, нет директа. И я вам очень рекомендую несколько вещей сделать. Первое, как бы смешно не звучало, спросить, есть ли директ. Они такие говорят, да, есть. И, как вы видите, третий пункт доступа к директу. Если человек говорит, я вам не дам доступа к директу, то лучше всего с человеком попрощаться. Если он говорит, что у меня нет директа, и вы заходите в любой спайвордс или какой-либо другой инструмент, который может просто облачно показать рекламу, и он выдает, что реклама была, есть и так далее, то, соответственно, человек врет, и лучше всего с ним что сделать? Правильно, не вести никакого разговора дальше. Это логично. Я понимаю, что многие из вас такие, ну он же хороший, ну можно же взять, попробовать, он же дает деньги. Потом получите столько геморроя, что вы будете просто страдать. Соответственно, доступы вы, возможно, получили, возможно, нет. Вы сами решаете, но спросили. Дальше вопрос по бюджету. Бюджет можно, естественно, выставлять свой собственный сразу с ходу. То есть, готовы ли вы вкладывать 300 тысяч рублей на кухне, например. И от ответа очень сильно зависит то, как будет дальше строиться с вами, например, общение с вами у заказчика и наоборот. Потому что, во-первых, заказчики могут сказать, да вы что, балдели, что ли, положить трубку. Они могут сказать, ну давайте мы сначала начнем там условно не 300 тысяч, а там 50 тысяч. Посмотрим, что вы из себя представляете. Вы, конечно, мне скажете, Костя, это все херня, такого не бывает. У нас есть вот Максим. У меня очень хороший, замечательный ученик. Привет ему большой. Он смотрит видосы. На одном из платин монстров маркетинга он рассказывал, как к нему пришел клиент по пластиковым окнам в Москве. У него, по-моему, если не ошибаюсь, было 8 лендов и так далее. В сути это не играет. И они сказали, ну давай посмотрим, что ты себе представляешь, и положили на аккаунт 5 тысяч рублей. 5 тысяч рублей. Надо ли продолжать? И миллион, опять же, есть у меня и выступлений, и пруфов. А в основном все, я правда скажу, ребят, мы это все разжевываем в монстрах маркетинга и показываем всю эту историю. Это все есть, как бы, в огромном количестве записей и аудитов, которые я провожу, иногда записываю, где действительно люди не воспринимают правильно, что такое бюджет. Бюджет это та вещь, которая нужна для тестов. Не забывайте, вы маркетолог, вы не какой-то чудотворец, вы ничего такого из себя не представляете, и не надо это придумывать. То есть, да, ко мне люди приходят, тоже спрашивают, Костя, помоги. И некоторые вещи, я по-честному говорю, ребята, вы вот пришли ко мне, я некоторые вещи не могу точно сказать, что вот получится ли. Бывает, что люди просто не дают кучу информации, да, и ты сидишь просто, ну, как бы, ребят, я не ванга, я не могу вам рассказать, что действительно у вас там быстро, сходу получится, не получится, если склепать вот это, вот это на коленках. И то же самое с бюджетом. Если нет бюджета на тесты, человек хочет сходу получать какой-то результат, он может его получать. Вполне себе. Такое бывает. Часто? Ну, достаточно. Проблема в том, что если вы, он не получит сразу бюджет с маленького, с маленького бюджета результат, то, как бы, только если вы будете брать 100% вперед, платить 100% вперед. Кстати, от бюджета напрямую будет зависеть, что, правильно, сколько вы сможете ему объявить ценник. Потому что, если у него бюджет, извините, 20 тысяч рублей, а вы захотите взять 40 тысяч рублей за настройку, мне кажется, вас пошлют в пешее эротическое путешествие. Логика. Дальше. Обязательный вопрос, который я заставляю все время, извините за выражение, драчу наших менеджеров. Обязательный вопрос, что не устраивает сейчас, если реклама есть. Как вы понимаете, сейчас к вам приходит достаточно много клиентов, у которых есть реклама, и надо прямо это спрашивать, что конкретно не устраивает. Потому что отсюда можно будет выяснить. Очень-очень много всяких разных подводных камней, например. Ой, у меня был тут директолог, и, в общем, мы с ним поругались. А почему он поругался с предыдущим директологом? Вы не хотите ли узнать? Я бы, например, очень хотел, потому что, когда к нам приходит человек из другого агентства или от другого директолога, кого именно, в принципе, может, не сильно. Это важно. Потому что если вы, например, хороший директолог, да, и он с ним поругался, то, ну, это плохо. Вот, например, у меня есть Миша Ашикин, мы с ним как раз, можно сказать, чуть-чуть совместно постримили 30 декабря. Вы можете посмотреть стрим у меня на канале. У нас с ним был клиент, оказывается, общий, и он перешел от него ко мне. И если бы я, например, знал до того, как клиент к нам пришел, у нас не было никаких проблем с этим клиентом, сразу говорю, он просто хотел у нас продолжать работать, что-то там такое, ну, в общем, через какой-то долгий период. И я просто решил Мишу написать на эту тему. Тема была BFL. Оказывается, что Мишу кинули на сумму, и он там показал мне переписку и так далее. То есть я уже изначально понимал, что как бы что-то не так. И изначально можно бы было уже сделать какие-то выводы. Хотя с клиентом, конечно, проблем не было никаких, но выводы все равно сделать можно. Мы, кстати, с ним поработали и перестали тоже работать. Но у Миши просто была другая ситуация. Он брал деньги пост, а мы берем перед. То есть после этого он тоже научился и брал деньги перед. Ну, ладно, не суть важна. В общем, такая ситуация есть. И таких ситуаций очень много. Тогда, когда, например, какие-то были конфликтные ситуации или, например, вот я подал суд на предыдущую директологу, потому что он ничего не делал. Вам зачем тогда с этим связываться? Объясните. Просто если вы этот вопрос не спрашиваете, чаще всего миллион просто мегабайтов информации, как бы реально, просто проходит мимо вас. Потому что обычно тут начинают рассказывать клиенты все как на духу, либо, ну, то есть, например, нас не устраивает стоимость заявки. Вот такие. Хорошо, смотрим директ, там, например, тысяча рублей стоимость заявки. И вы смотрите вроде как, ну, можете спросить у кого-то, у более опытных специалистов, сколько стоимость заявки. Если человек хочет заявку за 500 рублей, там, где это нельзя сделать, наверное, надо сделать выводы. И, ну, и дальше что-то придумывать и считать. И вот следующий, как раз, к чему мы подходим, как раз, это параметры воронки. То есть человек должен понимать трезво, что такое воронка, как она устроена, сколько чего должно стоить. Потому что, когда приходит к вам клиент, такое есть спокойно. Когда приходит клиент и говорит, вот я хочу ремонт квартир, значит, да. И стоимость, например, клиента в ремонте квартир в Москве колеблется, ну, где-то от 30, это вот минималка какая-то клиента, да. До 70 тысяч практически спокойно. Нормально это. Потому что, спросите, а что так дорого? Если прийти к этому же самому прорабу, который, например, у вас заказывает рекламу, и спросить, сколько он откаты дает, например, дизайнерам, он скажет 50 тысяч. Вот и все. И математика, в принципе, начинает складываться. И кто-то готов заплатить больше. То есть, напомню, у нас директ это аукцион. Аукцион. Не забывайте об этом. И, как бы, опять же, например, есть ниши, в которых люди спрашивают везде. И эту воронку надо понимать, трезво понимать, повторюсь, потому что вот сегодня буквально я разбирал заявки, которые к нам приходили в агентстве, когда в кухнях написали, что, типа, 150 заявок, из 150 заявок 15 клиентов. Я такой, один к десяти. Интересно. Это, наверное, прикольно для новичка, директолога, который не понимает, что такое один к десяти в кухнях. Что мало, вероятно. Логично. Опять же. Я не буду там даваться подробностей. Там просто лютый трэш, конечно, творился. И когда человеку объявили бюджет 300 тысяч рублей, а у него на аккаунте потрачено всего 15, как бы, за 30 дней. Ну, вопросики большие. Да. И сразу же говорю, если есть у вас доступ к директу, или человек говорит, что он не потратил что-то там по деньгам, надо выяснить конкретно это. Ну, как бы, лучше просто на берегах сразу узнать и понять, что, да, клиент, хотя бы вы будете понимать, во что вы ввязываетесь. Да, если там просто полностью клиент отбитый, вы такие, ладно, отбитый, я его возьму. Это будет уже на вашей совести хотя бы. А так получается, вы обычно просто берете вслепую на шару, считая, что это нормально. Очень часто приходят люди, я спрашиваю, ребята, а как вы работаете? Откуда этот клиент пришел? У многих. То есть, приходит кто-то с аудитами, да, там, директологи или просто на монстрах маркетинга, мы общаемся на эту тему. В чатах бывает. Ребят, откуда пришел клиент? И начинают рассказывать и объясняют. Я за голову хватаюсь, говорю, а сколько вы денег, если не секрет, за это все взяли? И дальше начинается вообще лютый кошмар. Как люди попали на это? И некоторые даже не понимают, куда они попадают, в какой трэш. Так вот, по поводу бюджета. Если человек изначально говорит, что, да, там, 100 тысяч, 200, там, миллион бюджет у него готов, вот, например, к нам приходят люди, да, у нас, мы работаем с бюджетом и стараемся все-таки ближе, там, 300, 400, 200 бывает, ну, в зависимости от профильных ниш, понятное дело, и гео, да. Человек говорит, я готов вкладывать миллион, ну, когда мы называем, например, нужен бюджет, там, 500-600 тысяч и рекомендуемый миллион. Говорит, готов. Вы заходите к нему на аккаунт, который уже должен быть, по-любому, потому что, если он хочет вкладывать миллион рублей, он должен его откуда-то взять, из какой-то оборотки, как вы понимаете. Если вот вы там не видите расход близкий к этому, то есть, типа, даже 300 тысяч, это не миллион. И потом начинается история, ну, вот, вы покажете результаты, я увеличу расход. Это так не работает. Бюджет, он бюджет. Это не так работает. Увеличение бюджета, это уже следующие этапы, это другое, и вы должны клиентам это четко объяснять. Есть деньги для тестов и так далее. Вот зачем вам нужен бюджет, а не просто сходу раз, и конвейер получился. Так вот, есть веские причины, когда надо действительно от клиента отказываться. Давайте их немножечко разберем. Во-первых, реклама есть, но доступа не дадим. Я уже это сказал, я вообще против и противник того, что у людей там, мы потеряли доступы, они есть у другого какого-то там директолога, вот эта вся история. Чаще всего, просто по опыту, поверьте, начинается история, типа, посчитайте, сколько стоимость заявки будет. Ты говоришь там, например, тысяча, полторы тысячи. Ха-ха-ха, мы 500 рублей получаем. Это вот опыт, я не знаю, уже многолетний. То есть, каждый раз такая история происходит. Поэтому вот эти вот всякие, я понимаю, медиаплан вещь хорошая, она нужная, и бывает, что клиенты уходят, например, от нас, потому что кто-то обещает медиаплан. Но я, например, понимаю, что медиаплан вещь такая, как обязательство. То есть, если вы людям сказали, что заявка будет стоить там 800 рублей, то они потом будут к этому максимально привязываться. Вот максимально, настолько, насколько это возможно. Поэтому лучше сразу обсудить, назвать свои реальные цифры, которые вот реально можно получить. Спросить у спецов, да, у каких-либо сторонних, если вы не знаете цифры, это нормально. Люди приходят и спрашивают, почем заявки, да, получаются. И не придумывать какую-то историю, потому что к вам потом это будут максимально применять, как карательную меру в формате, я тебе не заплачу либо все, либо не заплачу половину, либо давай мне все обратно. Это классика, просто классика. Я повторюсь, я сразу скажу, ребята, что это не огромный какой-то процент людей. И к нам приходят тоже заказчики, и они все абсолютно разные. Поэтому, когда мы понимаем, что какая-то есть гадость, понятное дело, опять же, мы. Мы можем просто взять и, ну, зажрались, да, если хотите, и отказать по понятным причинам. И, возможно, даже сделали бы или делаем правильно. Но у вас обычно ситуация другая. Вы просто хотите получить деньги, потому что у вас сейчас какое-то окно освобождается, или вам просто нужны первые клиенты. И, понимаете, если у вас там первый клиент или какие-либо клиенты, если вы уже понимаете, ну, вот чуй-чуйка, что получится какая-то задница, скорее всего, будет задница. То есть, вы возьмете эти деньги, но потом столько мучений из-за них будет, что, может быть, лучше бы и не брали. Вот это просто, это как рекомендация, это как веская причина сказать нет. Это не значит, что просто 100% нет. Тут как бы сам решает человек для себя. Вот. Второе. Озвучиваю минимальный бюджет, то есть, не спрашиваю, типа, а сколько вы вот можете потратить. Это можно спросить, но лучше написать сразу минимальный какой-то бюджет. И он в два и более раз меньше на данный момент в рекламе. Если он реально в два раза меньше, вот представьте себе, то, например, сейчас 300 тысяч, а говорят, что вот миллион готовы вложить. Я, знаете, видел огромное количество у меня есть клиентов, у которых приличные большие бюджеты, и они приходят с этими бюджетами изначально. И я практически не видел клиентов, которые приходят и говорят, я готов вкладывать миллион, вы покажите результат. Такие клиенты у меня есть, которые они вырастали. Например, кто-то пришел из 300 тысяч, мы дошли до миллиона. Есть клиенты, которые вышли от 400 тысяч пластиковых окон до 6 миллионов бюджета доросли в Москве. И это, кстати, это даже, это не моя заслуга, это заслуга моего агентства. Спасибо ребятам. То есть получаются крутые результаты вполне. Но когда человек изначально приходит, говорит, ну вы сначала дайте результат. Нет. Вы изначально дайте бюджеты, которые нужны минимально для того, чтобы выйти на какой-то результат. Если их нет, то дальше вы начинаете играть в кошки-мышки. Все. Причем, как бы вы не кошка ни разу. Озвучиваете стоимость заявки. Если реакция отрицательная на доводы, почему она такая должна быть, то все. Вот сегодня тоже как раз снимал маленький аудит по клиенту, у которого я тоже... Давайте я аудио сейчас включу и послушаем. Это старая запись августовская. Заявка пришла снова второй раз. Без уточнения того, что было. Смысл в чем? В том, что у них есть РСЯшки. Кстати, ничего не поменялось за полгода. То есть человек пропал. Это я вставлял уже. Сейчас, секунду. Я сейчас сделаю, чтобы вот так вот можно было как раз и мне послушать его. И, соответственно, у человека РСЯшки, ну мастера компании, соответственно, тема, где они получают заявки за 200-300 рублей. Достаточно приличный хороший бюджет. Но когда мы начали спрашивать по поводу заявок и конкретных компаний, вот то, что услышали. Это старая, скажем так, тема. Новый аудит. Я, естественно, сейчас ничего рассказывать не буду вам. А вот то, что было в августе. Мы заставили человека проверить, у него АМСРМ, проверить UTM-метки, хвосты и проверить конкретную рекламную компанию, ну, условно, за все время. До ключевых слов, да, действительно, меня передают UTM-метки вам АМСРМ. Я как раз вчера смотрел компанию по срубам, которые РСЯ срубы. Оказалось, что на нее потратил уже 1200 или 300. Было более, по-моему, 745 заявок и 0 договоров. То есть это абсолютно сливная была рекламная компания, которую я подключал как дополнительную в какой-то момент, поэтому при разрешении сразу включить и все. И при этом надо понимать, что человек не сказал, о, давайте работать. Они продолжили работать в том же духе. И перед этим мы сказали, что стоимость заявки в тот момент, ну, это сезонная ниша, да, она должна стоить 700 рублей. А у них она стоила там 200-300 рублей. Они такие, ну как, мы что, должны за клиента платить 70 тысяч рублей? Ну, это по их логике. А на самом деле нужно просто видоизменить лендинг, поменять предложение, что мы сделали у их конкурентов миллион уже раз. И надо получать более качественные заявки. Не все подряд пылесосить, как они делают. Ну, то есть у них просто свой, своя стратегия, да, они к ней придерживаются. Но мы другого мнения, назовем это так. И вот как пример, то есть минус 200 тысяч и человеку, ну, как бы что-то поменялось. Нет, за полгода ничего не поменялось. То есть мы как бы даже надавили на больное. То есть надо вот эти вещи обязательно с клиентами обсуждать. Если вы это не делаете, почему стоимость заявки такая должна быть? Какой-нибудь вот тоже пример. У меня в прошлом году был клиент ремонт окон. И мы получали заявки, они получались по 800, по 1000. Причем он изначально, клиент хотел, чтобы заявки были до 1000 рублей, они его устраивают. Ну, мы вроде как получали заявки. И, ну, в общем, у нас, он не хотел заявки с WhatsApp, там подобное, мы их все подрубали. Получилась заявка дороже, чем 1000 рублей, 1200 или 1100 рублей. Врать не хочу, не помню, это было давно уже. Вот. И я созваниваюсь с клиентом, начинаю с ним обсуждать вопросы. Он говорит, у меня есть второй лендинг и вторая реклама. Типа я ее не веду, просто знаю, что есть лендинг. Я говорю, ну, а это было уже даже до этого известно. Я говорю, а почему вам мне это не нравится? Говорят, мне вот там выкручивают яйца. Я такой, ну, хорошо, давайте посмотрим. Значит, он присылает лендоз. Естественно, метрики не директа, ничего нет. Он говорит, ну, хотите, я вам скриншот сделаю, что тут заявка 500 рублей. Я говорю, ну, классно. Я говорю, откуда там заявки по 500 рублей? Ниша ремонт квартиры, если что, цена за клик с поиска, это важно, 300 плюс рублей на первых позициях. И он такой, это с поиска. Я такой, ну, классно, хорошо. И я ему объясняю, что там стоимость клика стоит 300 рублей. Ну, во многих. Можно предположить, что реально тема очень конкурентная и не получится там сделать заявку за 500 рублей. Я говорю, там конверсия 70%, там условно 50%. Говорю, давайте подставим тот лендоз, возьмем, скопируем и сюда подставим. Мы посмотрим, может быть, дело в лендозе. Он такой, нет, ну, это будет некрасиво. Я вам божусь. Ребята, честное слово, так начинаются отмазки в формате того, что я говорю, ну, мы проверим просто, нормальная реклама у нас или нет. Ну, как бы, мы лендоз подкинем и посмотрим. Может быть, там действительно конверсия не как у этого лендинга 5%, а 50%. Я же знать не знаю. У меня есть лендинги, где 20-30% конверсии. Ну, всякое бывает. Я говорю, не, ну, это будет неправильно, несправедливо. Мы лендинг не делали. Мы занимались чисто директом, поэтому как бы с нас взятки гладкие. Мы, я предложил варианты решения, человек сказал, да-да, обязательно, хорошо, и все, и пропал. Потому что, ну, знаете, что я сделал? Я просто после этого, это есть тоже в монстрах маркетинга, я просто зашел после разговора, я пожалел, что это не сделал во время разговора, я зашел в SpyWords, еще несколько инструментов, и решил посмотреть, рекламируется человек на поиске или нет тем лендингом. И что вы думаете? Нет, я рекламируюсь. Все. Чего дальше продолжать разговаривать? Я не понимаю. Ладно, ну, в общем, вы поняли. Так что, ну, и плюсом по стоимость заявки есть воронка, она, ну, как бы, это первое. Плюсом у нас, помните, тоже было видео у меня на канале на тему того, что все-таки стоимость заявки должна складываться еще из телефонных звонков. У меня есть клиенты, которые... Считаем только заявки, а звонки не считаем. Это что такое? Это как вы себе представляете? Ну, тогда у нас стоимость заявки будет 2000 рублей. Не, ну, это дорого. А как вы хотели, если у вас на 7 звонков 3 заявки? Ну, как вы себе представляете, что вы... Нет, понятное дело, есть качество заявок, и, опять же, их обычно никто не считает нормально, действительно. Даже в больших бюджетах, поверьте, даже у некоторых миллионные бюджеты, и все равно люди продолжают так же считать через задницу, и не хотят ни колл-трекинги ставить, ничего, потому что, а, зачем оно надо? Оно уже есть, сыпется, льется, и ладно. Сделайте лучше. Но как можно сделать лучше, если нет всех абсолютно каждой отдельной, скажем так, воронки? Потому что телефонные звонки это все-таки немножко отдельная воронка, сайт, заявки сайта это вторая воронка, чат это третья воронка, то есть нужна вся статистика полностью по продажам. Если ее нет, как можно понять, где узкое горлышко, что над чем работать вообще, как вы себе представляете? Не знаю ничего, я вам плачу деньги и так далее. И, как бы, да, я не спорю, вам платят деньги. Спорить, ребята, не хочу. Но будут ли долгие у вас взаимоотношения, я не знаю. То есть вам надо сделать отсюда выводы. Я повторюсь, не значит, что человеку надо говорить сразу нет или что-то еще. Вы можете просто сделать хотя бы определенные галочки себе, пометить, как я делаю. И делают у нас ребята в агентстве. Дальше, соответственно, спрашивать среднюю прибыль товара, услуги или корзины товарной. Это я для тех, кто... А я не могу определить, значит, стоимость товара, потому что у нас есть за 5 и за 700. Я не знаю, что стоит. Сколько? Если не знают, значит, ребята, это плохо. Потому что если в ответ идут невнятные отговорки или заниженная прибыль, что, кстати, часто бывает. У меня вот сегодня буквально тоже какую-то заявку разбирал, там было написано коммерческая тайна прибыль. Ёптайте, я как будто не знаю, что вы получаете 30% от стоимости станка, который вы продаете. Вот это вот секреты, а вот просто кошмар какой. Больше получаете? Отлично. Супер. Ну просто нам как считать? Нам как считать стоимость максимальной заявки, которую можно прикинуть? Как с ваших слов? Замечательно. Класс. И так и продолжается эта очень история. Ребята, это очень спорно, потому что, повторюсь, вот у меня тоже есть клиент, с ним боролись. Клининг. Все замечательно. B2B сегмент. Неси. B2B. Москва. Что, нет что ли больше заявок? Смотрим Wordstat. Действительно мало. Что заявки получаются? А я спросил, сколько заявка должна стоить? 700 рублей. Я такой, а как так получилось? Говорят, ну вот средняя цена уборки, там, что-то типа 15-20 тысяч. Потом оказывается, что средняя цена уборки больше, и оказывается, это ежемесячная уборка, и оказывается, еще средний договор подписывают на 9 месяцев. То есть, средний чек, немножко другой прибыль, немножко другая, и как бы конкуренты с этой информацией работают. То есть, понятное дело, что я клиентов в этом плане никогда не слушаю, когда надо заявку поставить за 700 рублей, а я чую явно, что надо ставить 2000, я ставлю 2000 и не спрашиваю. Ну, камон, ребята. Ну, реально, это же такая спорная история. То есть, эти вещи надо обязательно у клиентов выяснять, всю корзину. Если они вам ее не могут предоставить, у меня для вас очень плохие новости, потому что вам не с чем будет работать. Понятное дело, если все голое абсолютно, ну, тогда человек приходит голый и говорит, делайте мне все. И вы делаете все, и как бы не даете никаких гарантий по факту. Ну, потому что вы делаете это, наверное, первый раз. Может быть, вы даже делаете, смотрите, делаете, например, вы король лендинг-пейджей и директов какой-нибудь ниши. Кухня на заказ. И вы знаете, что в Москве стоимость заявки по кухне на заказ не 500 рублей, не 800. 1200, 2000. Это нормальная цена за заявку. Да, в этом диапазоне, понятное дело, лучше 1200. Кто-то делает за 800 рублей. Ребята, молодцы, спорить не хочу, но есть определенный объем заявок, качество заявок и так далее. То есть, с ними нужно уметь тоже взаимодействовать. Так вот, вы это все знаете, но человек новенький, вот он пришел, он ничего не понимает, ничего не знает, и у него нет отдела продаж. У него нет понимания, что это за клиенты. Даже если этот человек уже продает кухни, но он продает их на Авито или продавал через Инстаграм, там по-другому идут продажи, другая аудитория. То есть, с ними надо еще научиться работать. Это не так легко, как вам кажется. Да, вы рекламу можете сделать чудесно, но дальше они просто не будут обрабатываться. И, соответственно, с воронкой вам все равно придется как-либо взаимодействовать. Тоже с чем столкнулись. Курс у нас богатый маркетолог с Женей, который мы вот сейчас ведем. У большинства ребят, которые пытаются запаковать свои продукты, они не знают воронки. То есть, мы лили, знаем, сколько стоят заявки, а дальше не спрашивали. Или с нами не делились. Ну, как бы, надо как-то выяснить было. Ребята, у кого-то есть доступ к АМСРМ, у кого-то, ну, слава богу, они там могли зайти и что-то посмотреть. Оказывается. То есть, им давали доступ, а они никогда просто этим не интересовались. Кто-то вообще просто такой сидит, я не знаю, что писать. Ну, понятно, мы решили эту проблему, но все-таки. Ладно, дальше. Минимальный бюджет, с которым вы работаете, это полтора равно, да, полутора стоимости настройки. То есть, если бюджет 50 тысяч рублей, то стоимость настройки 35. Я говорю, минимальный бюджет. То есть, соответственно, вы не можете делать так, что вы настраиваете директ за 40 тысяч, а бюджет 10 тысяч. Ну, есть такие случаи, у меня такие тоже были, но это крайне маловероятно. То есть, если вы не хотите за 7 тысяч настраивать директ, то надо и минимальный бюджет, с которым вы работаете, называть сильно больше. Вы кто-то скажете, ну, 50 тысяч, вот, например, не везде можно потратить. Может быть, я согласен, ребят. Но просто в этих нишах обычно и чеки очень прилично большие, и люди готовы платить эти деньги. Но в основном все-таки, скажем так, больше правила, нежели чем исключения. Да, кстати, вы это не видите, наверное. Давайте я вот так сделаю. Вот. И еще напомню, я вот как раз себе записал, ведение сейчас это тоже очень большая работа. Это не просто, как раньше, я повторюсь, очень многие директологи с этим просто поникли. Я прям вижу это. То есть, люди страдают, сильно страдают, что раньше можно было, вот я паршу, вот я, видите, работаю, потом объявление написал, и вот за это я взял 20 тысяч. А сейчас я сижу, ничего не делаю, вот я беру 10 тысяч рублей. Сейчас ведение, в принципе, равно абсолютно по цене, что настройка, потому что нужно пересоздавать рекламные кампании. То есть, по сути, вы таргетологи сейчас. С этим вы уже не поспорите. Хотите поспорить? Я таких миллион видел. За последние даже полгода рекламных кампаний ко мне приходили. Я такой, а как вы это вот настраивали, значит, один к одному? Через кавычки, через что-то еще одни поиски и РСЯ. А они такие, ну вот, да, вот так вот настраивали. А что, так работает, так хорошо. Я такой, ну ладно, хорошо, я говорю. А вы когда последний раз настраивали директ, ну или с какого года, я обычно спрашиваю, настраивают люди. Я говорю, с 17? Они такие, ну да, примерно так. Так вот, тогда люди учились и больше ничего и не изучали. А потом спрашивают, а че оно не работает? Ну, потому что есть куча разных всего. Там автоматические стратегии, которые работают. Автотаргет работает. Вот тоже как пример какой-нибудь пол... Ну, там подойдем, да, до следующего вот этапа, что там лендинг-пейдж, надо его менять, изменять что-то еще. Люди не готовы с этим всем бороться, то есть двигаться вперед, потому что есть автотаргеты и так далее. Просто сидим на 2017 году. Вы скажете, такого мало? Достаточно. 20-30 процентов, а то и 50 процентов директа остается вот в какой-то там зоне темноты полной причем. И даже свежие компании, то есть я захожу, аудиты, я серьезно говорю, вот я их даже под запись иногда делаю. Ты сидишь и смотришь, не заходишь в архив, да, там какой-нибудь 16-17 года рекламной кампании. Компания свежая, 22-го года, а ее сделали как будто с 17-го года. Да, ты потом заходишь куда-нибудь там в архив, смотришь. В архиве лежит похожая компания, то есть ее просто скопировали, вставили и даже настройки не поменяли. Ну, как бы это и не плохо, но явно и не хорошо. То есть там даже ни объявление, ничего не переписывали. Все в порядке? Не знаю, не знаю. Вот, следующий этап, это естественно принципиальное нежелание менять лендинг-пейдж, сайт или делать заново. Тоже пример. Открываешь, смотришь, человек смотрит мои видео, обучается явно по ним. Вот вообще, молодец, красавчик. Но слушает, опять же, через раз. Это нормально, бесплатное любое обучение, люди слушают, воспринимают 20% информации. Только в платном. Люди хотя бы воспринимают 40% информации. И на этом спасибо. Чем дороже курс, тем больше информации воспринимается. Это, кстати, тоже самые слова Миши Ашихина с 30 декабря стрим, когда я, по-моему, то ли бесплатно, то ли условно бесплатно какое-то в январе проводил мероприятие по мастерам компаний. И начали даже ребята, которые профессионалы, правильно все воспринимать только спустя какое-то время. Потому что, в принципе, если ты не платишь много денег за обучение, ты эту информацию не внедряешь. Это нормально. То есть, это не какой-либо грех. Это норм. Вот. Смысл в чем? В том, что те же самые лендинг-пейджи, вот опять же смотришь, мастера компаний сделали много, сделали, вот все видно, вроде как надо, то есть аккуратненько. Но заходишь лендинг-пейдж, он не соответствует абсолютно конкурентам, уровню конкурентов. И надо делать мастера компаний 5-6-7 направлений, значит, есть автотаргетинги, значит, надо делать много страниц. То есть, по факту, все перерабатывать. Просто взять на помойку, выкинуть практически, ну там, я бы сказал, 90% работы по лендингам и сделать заново. Готов человек это делать или нет? Скорее всего, нет. Ну и так далее. То есть, это может, причем вы скажете, Костя, это что это? У нас все размазано. Да это и собирательные образы. И, в принципе, есть такие клиенты полноценные. То есть, это не так просто, что я беру из головы. Ну и, естественно, вы должны спрашивать про воронку и показать, ли человек плывет. Если он плывет, то значит все. То есть, одно дело средняя прибыль, а другое дело все-таки воронка. То есть, если человек неправильно может воспринять реальность, если у него, например, должно быть каждый четвертый выезд или каждая десятая продажа, где в ниши, в которых маловероятно это. Это, опять же, если вы не знаете, спрашиваете просто у ребят в чатах, кто просто больше шарит, с большой вероятностью вы получите просто лишний геморрой. И человек будет говорить, что все заявки плохие или что-то еще. Я вот без шуток. Я сегодня несколько аудитов сделал, разобрал несколько еще дополнительных заявок. И вот был один собирательный образ, где прям все собралось вместе. Вот прям жесть. Но оно существует. И давайте про менее важные причины поговорим. Я буду заканчивать сегодняшний. У нас же подкаст все-таки. Надо короткий сделать его. Значит, первое, это надзавтра. Да, понятно, есть антикризисные менеджеры. Например, ко мне часто люди обращаются, раньше особенно сейчас все-таки этого меньше, знали как антикризисного менеджера. Считалось, что Костя может створить чудеса. Иногда да, иногда нет. Чаще всего люди все-таки сами себе в палки в колеса вставляешь. И когда ты приходишь, в принципе, Титаник уже идет на дно. То есть люди пытаются спасти хоть что-то, но это немножко не то. И вписываться в такое, ну это на ваш страх и риск. Я вписывался, людям пытался помочь. Я уже знаю, что теперь точно, когда баста, не надо этого делать. Хочу заявки за 200 рублей или что-то такое. Это для меня прям тоже, естественно, триггер. Да и для многих тоже. Понятное дело, что это привязка к воронке и так далее. Есть случаи, когда вы можете получать дешевые заявки. Я спорить не хочу. Я знаю, что есть у конкурентов дешевые заявки. Но главное качество заявок все равно. То есть, потому что они должны превращаться в продажи. И чаще всего нет чудес, вообще не бывает чудес. Вот просто. Я их, конечно же, уже столько работая с директом, просто знаю, что когда вам рассказывают, что вот какой-то директолог, даже меня взять, условно говоря, не важно, там в интернете рассказывать, смотрите, какое мы чудо сделали. Там есть нюансы всегда, из-за которых получилось такое. Всегда. Потому что есть аукцион, аудитория одна и та же, и, соответственно, отсюда можно сделать вывод. Какие чудеса бывают? В чем нюансы? Ну, естественно, это лендинг пейдж. Ну, вообще, издалека начать, наверное, надо отдел продаж и уникальное торговое предложение. Внутри телефонного разговора, да, чата и так далее. Скорость обработки, качество обработки заявок. Я уж не говорю про следующие этапы, они там разные, да, бывают, ниже поворонки. Это лендинг пейдж и УТП на нем, и вообще размещение, схематика, количество лендинг пейдж, ну, проработка этого всего дела, потому что это целая, это реально целая процедура, за которую можно брать огромные деньги. И многие люди такие, а лендинг пейдж я за 7 тысяч пойду, сделаю. Ну, как бы и да, и нет. Просто сколько раз надо будет переделать, ну, практически никто не переделывает никогда дальше, и поэтому все обычно заканчивается плохо. Естественно, это мы говорим про какие-нибудь конкурентные ниши с большими бюджетами. Маленькие ниши, где полторы коллеги тусуются, там, в принципе, оно и за 7 тысяч рублей работает вполне себе. Лендинг пейдж имеется в виду один раз. Естественно, нюансы есть с заголовками объявлений, с таргетами, есть, ну, про ретаргеты и прочие, да, я уж умолчу и так далее. Есть, опять же, конкурентная разведка и так далее. То есть, есть много-много нюансов и еще времени, когда можно получить. Например, можно заявки получать по 200 рублей вне сезон, а в сезон эти же заявки будут 500 рублей стоить, как и у всех. Пожалуйста. И, короче, всегда эти нюансы, они чем-то замазаны. Всегда. И когда человек говорит, я хочу так же, как у других, я всегда спрашиваю, точно ли вы знаете? Я говорю, да, да, мы точно знаем. И у меня возникает очень много вопросов, потому что я тоже очень много чего знаю, и как бы ко мне как раз люди за этим приходят. И спрашивают, точно нормальная цена заявки? Я говорю, да, точно нормально. Или, ну, блин, у вас дороговато, вот потому-то, потому-то, потому-то. И мы открываем метрику и вместе смотрим метрику. Мы смотрим, что менялось, как менялось и так далее. То есть, в принципе, становится понятным. Вот, например, для меня, ну, не то, чтобы открытие, но сегодня был такой интересный прикол. Я открываю очередную метрику, смотрю и вижу в мобильных, ну, мобильная реклама работала, вообще, директ работала в празднике. И видно, как процент мобильного вырос с 50-50 на 50, да, то, что было в нише, до 90% и 10% мобильного трафика в празднике. Аккурат с 1 по 9 число. Я такой, ммм, прикольно, классно. Ну, то есть, вот эти всякие нюансики, они всегда как бы скрыты. Их никто, да вообще может так получиться, что маркетолог, смотрите, какой результат получил. А он даже не знает, почему. То есть, он не может полностью сконфигурировать, почему такое получилось. Поэтому я не верю в чудеса. И когда люди приходят за 200 рублей заявки, ты им пытаешься доходчиво объяснить, почему нет. И если они верят в чудеса, ты как бы отправляешь их в чудесный город какой-нибудь. По-моему, в Китае, если не ошибаюсь, из трех букв. Вот, ну, то есть, поищите. Короче, дальше, третье. При хорошем бюджете, да, не хочет ставить проброс оффлайн-конверсии и колл-трекинг. Здесь, естественно, есть исключения. Сразу говорю, то есть, есть, например, тема такая, что люди приходят, есть у них маленький, да, бюджет и колл-трекинг, и там что-то такое не нужно. Но у них это есть, это может быть и плюс. Но, в принципе, в большинстве своем это такая информация, возможно, как мертвому припарка. Но есть и обратная сторона, конечно, там, где большие бюджеты вкладываются. И, в принципе, так как прибыль настолько большая, что, в принципе, не играет роли, откуда заявка приходит, но тогда из вас, в принципе, взятки гладки. То есть, вы просто делаете свою работу, и человек вам платит деньги, и это отчасти идеальный клиент, да, с которым вы просто сидите, обнимаетесь очень-очень долго. Вот. Но при условии, что есть конкуренция, человек хочет развиваться, что-то делать реально интенсивно, или у него тонет его Титаник, то если эти вещи не проставлять, не проставлять, то с большой вероятностью вы получите просто еще один, просто продолжение тонущего Титаника. Либо ничего не изменится, и клиент говорит, что вы плохой. Но, ребята, вы не кудесники. Вы можете, конечно, делать отсылки, референсы, опыт, да, у вас есть с предыдущих проектов. Спорить не хочу. Но вам надо опираться на факты, на цифры, которые есть в том или ином проекте. Если вы эти цифры не видите, то значит, как бы, возникает куча вопросиков. Ну, вот как пример, да, я то, что включал аудио. Следующие этапы. Это менее важно, хочу заметить, поэтому на них может не так сильно обращать внимание, но, как бы, по-хорошему, конечно, надо людям ставить это как ребром вопрос. Чувствуйте, что за каждый шаг надо будет отчитываться. И здесь формат не в том, что вы отчетики пишете. Это пожалуйста. Есть разные абсолютно приколы, особенно если вы работаете через какие-нибудь руки, с вас требуют отчеты. Каждый день, статистику какую-то. Это сразу нет, потому что для этого есть автоматизация. Пусть эти люди сами это и делают. Если им нужны отчеты, я лично против. То есть, у нас был вот мужчина на выступлении, который говорит, я вот заставляю своих писать каждый день отчеты или отписываться. Мне жалко этих людей. То есть, мне, во-первых, жалко руководителя, который думает, что полчаса или час рабочий, он бесплатный. Ну, либо у него люди работают бесплатно. Потому что за них надо платить за все это дело. И, ну, это максимально тупо. Для этого есть автоматизация. Куча автоматизаций, которые стоят явно дешевле, чем руки. Ну, то есть, уже давно это все придумали и нет никакого смысла писать какие-то отчеты. Мы говорим в том числе про то, что, типа, а вот что вы дальше будете делать? Вот эту вот всю историю я очень не люблю. И когда люди это все спрашивают, я говорю, мы будем уже разбираться по месту. Да, мы можем предложить план, но он будет там на месяц, хотя бы на несколько недель вперед. То есть, мы можем что-то предложить. Что-то отчитываться каждый день, вот постоянно за каждый шаг. То есть, надо его там расписывать, доказывать. Это не ваш путь. Если только он платит, конечно, очень хорошие деньги, то пожалуйста. Но если с вас это требуют, не то чтобы вы какой-то плохой или хороший. Надо понимать просто то, что да, у вас, во-первых, не один проект. Вы директолог. Я понимаю эту ситуацию, поэтому я своих, например, ребят, такие вещи, если и требую, то в очень узких моментах критических, когда реально важно. То есть, мы просто посадимся, прорабатываем и, соответственно, мне нужно понимать, что люди это проработали и сделали действительно. Если нет, то как бы надо с человеком распрощаться, условно говоря. В вашем же случае просто может все пойти в какой-то момент что-то так или не так. То есть, записывать летопись каждого шага, это максимально тупо, потому что никто к ней никогда назад возвращаться не будет. Просто по образу продомбию предыдущих пунктов, которые здесь есть. Первый, второй и третий, о которых я говорил. Вот просто без шуток. И что еще важно? Ну, в общем, что хочет... Вот, наверное, человек хочет обучаться директу очень настырно вместе с вами, вот эту всю историю. Пусть человек идет. Вот у нас есть курсы, как раз у нас все спрашивают их для специалистов, как подбирать директолога. Вот лучше пусть он идет на профильные вот эти истории, нежели чем с вас требуют обучение, потому что, ну, это супер тупо. Он как... Ну, люди просто уже пытаются... Чаще всего такие люди просто экономщики максимальные, уже на вас экономят, вы просто это не понимаете. И, конечно же, этот пункт напрямую привязан к четвертому. Это логично. Ну и шестой пункт. Просто нужны только рабочие руки. Кто-то скажет, что это идеальный вариант. Я скажу, что отчасти да, но столько, сколько негатива я слышу от людей, которые работают через руки, ну, такое присутствуют, да, и те, которые работают просто с человеком, который говорит, вот надо это сделать. Слепо делать то, что человек хочет, это тупо. То есть, окей, пожалуйста, не вопрос, если вы по-часовую работу или по-оздельную работу делаете. То есть, человек хочет что-то потестировать, за это деньги. А так, чтобы вы взяли, вам заплатили 30 тысяч рублей, и он еще вот это, и вот это, и вот это, и вот это хочет, надо в какой-то момент сказать нет. Возможно, с самого начала. Это, пожалуй, самое важное из этапов, которые здесь присутствуют, потому что всегда на вас будут пытаться просто посидеть. Бесплатно сделать, условно бесплатно, скидки какие-то, еще что-то. Естественно, я сразу говорю, я очень много всего, у меня есть много историй, которые можно рассказать. Я их специально так убрал, потому что, во-первых, это еще на два часа, ребят. И, во-вторых, просто, возможно, они уникальны и привязаны именно к нам. Да и вообще, наверное, просто этих много историй, они пусть будут для монстров маркетинга и так далее, когда действительно с людьми надо, ну, либо перестать взаимодействовать, либо поменять правила игры, назовем так, или просто поменять правила взаимодействия. Вот, и это будет максимально правильное решение. Ладно, надеюсь, я вам рассказал, я итог подводить не буду, я думаю, итог, в принципе, понятен. Вы в любом случае делаете аудиты, вы всегда делаете какие-то коммерческие предложения для людей, вы всегда делаете, ну, какой-то выставляете ценник, вы проделываете какую-то достаточно большую работу, и эту работу нужно уметь правильно выставлять за нее ценник. Вы почему-то думаете, что ценник может быть за 7, за 8 тысяч рублей и так далее. Я это вижу, и у меня прям реально, честно, я не понимаю, почему. То есть я вот сколько лет, знаю просто ребят, которые, да, там уходили с 5 тысяч рублей и поднимались за проект 30-40 берут. Опять же, таких у нас огромное количество на канале, ребят, которые проходили монстры маркетинга, да и не только. Я просто вижу, что люди растут, и при этом я вижу 80% людей, которые пытаются зарабатывать на директе, но при этом 8 тысяч рублей, там, или 10, или 15 взяв, думают, что это хорошо. Может, это замечательно, ребят, я спорить вообще не хочу, но вам надо, наверное, куда-то расти. Либо просто этим не заниматься, ну, либо это хобби. Надо признать просто, что это хобби, а основной бизнес у вас там или основная работа какая-то другая. Либо надо начинать все-таки идти дальше. Я сейчас не буду ничего призывать и продавать, как бы смешно не звучало. Я не буду читать лекции, которые читают там другие господа, очень смешные перлы, конечно, на некоторых YouTube-каналах по директу. Этого я делать не буду, потому что, ну, наверное, у меня профдеформация. За 10 лет я видел очень много людей, которые приходили, уходили с директа и обучать начинали, заканчивали и так далее. И дураков я встречал, и очень классных ребят, которые в себя не верят. Видел людей, которые спивались, которые даже снаркоманивались от директа, ну, потому что что-то у них получалось, что-то не получалось или просто, ну, то есть вот так случилось по разным причинам. Видел мальчиков, девочек, опять же, не подумайте, я не сексист, я повторюсь, есть мальчики, у которым не дано быть директологами, у них нет склада ума. Есть девочки, просто девочек, у которых гуманитарный склад ума, их просто больше, нежели чем мальчиков. Ну, потому что девочки приходят и думают, ой, ну, здесь же так все легко, тут сейчас все потыкаю, и все будет работать, а надо считать цифры и так далее. Оказывается, ну, то есть это сложно, и надо сначала попробовать, потестировать, если вам понравится, окей, занимайтесь, если вас это штырит. Если нет, то, значит, надо все-таки просто идти заниматься дальше, чем чем-то другим пробуют заниматься. То есть девочкам в этом отношении проще, они не совсем добытчики в семье, мальчикам надо зарабатывать деньги обычно больше, и здесь возникает очень много вопросов, то есть как вы за 7 тысяч собираетесь что-то там настраивать, если вам надо кормить семью, и на семью надо минимум, там, не знаю, 100-150 тысяч, например, в месяц вынимать. Как вы себе это представляете, я не знаю. И при этом возникает второй диссонанс, естественно, который здесь не описывается в этом подкасте, откуда взять клиентов, которые будут готовы платить эти деньги. В принципе, те же самые клиенты и готовы платить, то есть нет чудес. Я вообще этого не понимаю этой тупости, почему многие люди думают, что клиенты какие-то где-то особенные ходят, а вот мне только попадаются плохие. Нет, это те же самые клиенты, просто клиентам вам надо было назвать 30 тысяч рублей, и чтобы они сказали нет, и вы просто разошлись и пошли к следующему человеку, сказали 30 тысяч, он сказал да, хорошо, и вы такие окей, и дальше начали с ним какие-то взаимодействия, вот хотя бы по этим параметрам. Это более реально. Как эти пикаперы делают, да, то есть можешь выглядеть страшным, кривым, косым, но в принципе у тебя есть какой-то определенный процент девочек, которые скажут ну в принципе давай познакомимся. Вот, ну у всех он свой, да, и естественно с опытом приходит этот процент выше. Просто так из чудес, где достать клиентов, которые будут вам платить деньги, или вот вам секретные методы, как я получаю клиентов там вот с таким большим чеком, или они там сами выстраиваются в очередь, это вранье. Ну просто вранье для того, чтобы с вас срубить бабки, и такого нет. Есть куча разных, естественно, методик, как можно продать клиенту, утепляя его, может быть какие-то дополнительные использовать источники, но в большинстве своем, у большинства успешных просто директологов на самом деле хорошо выстроено, нет, 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 не подумайте, ни реклама, ничего. Выстроено правильно грамотное сарафанное радио. То есть у них правильно собрана микросистема, да, вот эта вот сфера вокруг них из людей, которые полностью с людьми совпадают по всем параметрам. То есть деньги, деньги, взаимоотношения и так далее, и так далее. И соответственно к этим людям приходят такие же подобные люди, и как бы это все приклеивается. И вот получается большой шар, и человек доволен. В вашем случае 8 тысяч рублей там или 7 или 10, которые вы берете, и вот каких-то клиентов, которым нужно вообще отказать, ну скорее всего это просто связывает их тоже такой же, такой же сарафанное радио, просто надо его полностью поменять. То есть его надо сломать, надо людям сказать нет, опять же, и начинать искать других. Это достаточно сложно и геморройно. И возможно вам самим придется поменяться для того, чтобы начать приглашать более другую, скажем, более подобную под хорошие деньги, да, подобранную аудиторию к вам в формате сарафанного радио. Вот в чем в принципе основной затык. Да, конечно же можно говорить, что там есть какие-нибудь соцсети, можно что-то почитать, посмотреть, можно даже писать свои блоги, как многие делают. Но то, что я читаю, например, и то, что реально есть на рынке, оно довольно сильно отличается. Потому что люди пишут интересные посты, обычно она такая водянистая, причем не на тему директа. На тему директа спорные есть посты, это ладно, но там хотя бы ты цифрами обязательно должен показаться. По поводу заработка всегда начинаются какие-то реально проблемы, потому что я зажрался, другой там какой-нибудь человек, который пишет посты, он тоже зажрался или он вообще уже директ не настраивает, а просто вам рассказывает. И дальше начинается реально какая-то лютая, лютая, кошмарная дичь. Потому что вы не на этом месте, у вас сейчас абсолютно другой этап, вы, возможно, не такой хороший специалист, продавец, сторитейлер, человек, который может хорошо рассказать что-нибудь интересное и так далее. Ну и отсюда возникает то, что у вас другое приходится. Рафа на радио облепляют клиенты другие, и вы почему-то думаете, что если сейчас я запущу рекламу, начну писать там какой-нибудь блок или что-то еще, что сильно поменяется в этом плане, что-то поменяется на 10, вот на эти вот там, на 15%, а остальное сарафан как приходил, так и будет приходить, налипать вот этот вот, и вам придется именно сменить сарафан. На эту тему, кстати, я уж третий раз сегодня, по-моему, Мишу Ашихина вспомню, он у нас выступал на конфе и рассказывал про это, как он меняет как раз это сарафанное радио. Поэтому мне больше нравятся вот ребята практики, которые, ну, я себя, наверное, не знаю, меня очень сложно сосудить, потому что кто-то считает меня инфо-цыганом, и, наверное, в принципе, я, наверное, под какие-то параметры так точно попадаю, спорить вообще не буду. Вот, но мне очень нравятся ребята, которые именно занимаются директом и приходят только там повыступать на конфу, и они максимально мало, как бы, информации рассказывают, потому что это их хлеб, они понимают, и их вытащить достаточно тяжело, поверьте. С ними надо общаться, разговаривать, типа, давай, пойдем. Поэтому, ну, к сожалению, мало получается хороших, интересных интервью с ребятами, потому что они, ну, многие, как бы, секретничают. Ну, ведь даже заработок в 200-300 тысяч рублей, как бы, если он практически, да, единственный из директа, не хочется его терять. Это логично. Поэтому, когда другие люди вам рассказывают легко какие-то суперспособы про заработок директа, сразу возникает очень большой вопрос. Вам не страшно ли потерять такую, такую линию, да, такой интересный способ. И по понятным причинам потерять его им не страшно, потому что они его особо-то не пользуют. Вот. Но поэтому мы, например, я, ну, очень всегда скользко на эту тему разговариваю, и всегда очень мало у нас информации именно про обучение к тому, как продавать директ, потому что я первых, когда меня спрашивают клиентов, все-таки искал себе в 12-13 году и мои способы. Ну, тогда не было того, что есть сейчас. Абсолютно так точно. Но, опять же, я искал клиентов все равно. Когда мне нужно было, у меня до этого уже был бизнес. То есть я уже понимал, что такое работать, пахать и так далее. Мне надо было, я тогда увольнялся с работы, мне надо было деньги зарабатывать, поэтому я даже без зазрения совести тогда просто добавлял всех друзей ВКонтакте к себе. По-моему, из каких-то пабликов тогда, типа, ну, а-ля бизнес-молодость, я не помню уже точно. Вот, по-моему, со всех подряд. Помню, что тогда можно было 40 друзей всего лишь добавить. И писал, привет, могу настроить Яндекс.Директ там за то ли 10, то ли, ну, или что-то такое, 15 тысяч рублей, не помню. За 5 никогда не настраивал, если вам интересно. Вот, и отсюда, в принципе, все шло. Но это был 12-13 год, и даже тогда, даже 5 тысяч рублей, это как сейчас, извините, 50. То есть разница достаточно космическая, вы должны это понимать. Вот, и отсюда тогда возникает вопрос, почему вы это делаете за 5 тысяч рублей, или за 7, или за даже 15 тысяч рублей в сегодняшних, ну, уже, да, имея какой-то опыт, у меня, ну, реально возникают вопросы, на которые ответить достаточно сложно. То есть это нужно подходить к каждому человеку индивидуально и смотреть, что к нему подойдет. Ну, или вам просто нужно перебирать все способы, которые есть сейчас. И они все в открытом доступе, их миллион, и они уже есть у меня на канале тоже, опять же, миллион лет. И ничего, ну, спустя время оно не меняется. У специалистов, которые уже опытные, у которых не нужны первых клиентов, а нужны что-то более серьезное на выход на какие-то, там, условно, ну, условно, опять же, там, 300-400-500 тысяч рублей, у них другие двери. Там другая история, и там действительно можно говорить о каких-то методах, которые можно применять. Потому что многие методы для новичков, естественно, закрытые, вот так вот, и остаются максимально простые, просто, ну, полевые, я бы сказал, методы. Ладно, я буду заканчивать, господа. Пойду склеивать как раз вам видос и выпускать его, постараюсь его выпустить в воскресенье. До скорых встреч, естественно, пишите комментарии, буду лайк, ну, и поставьте лайк, буду очень рад, и поставьте, пожалуйста, лайк этому видео. Спасибо большое! Спасибо большое!